Приветствую вас, в вашем тексте есть, знаете, хорошие мысли, вот в вашем тексте есть очень здравые мысли, я бы сказал, потому что вы действительно понимаете определенные моменты, понимаете их, на мой взгляд, вполне хорошо в плане того, что, например, касается заедания, того, что вы прячетесь, того, что у вас есть обиды, вот. Но ваше сообщение в целом оно звучит больше как декларация, но не как вопрос, то есть вопросов в вашем сообщении нет, как нет и, как мне кажется, мотивации надо с собой работать и мотивации, собственно, проходить терапию, проходить психотерапию, я имею в виду. Вывод этого у вас, как мне кажется, нет сообщения. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это у вас нет. Что у вас произошло? Значит, вы говорите, что я всегда занималась спортом, всегда была здоровая проживина, у нас такое хорошее питание, вот. Ну, после рождения ребенка, вот, много чего произошло, было много нервотрепки, стрессов, вот, и внезапно я начал поправляться на очень большое количество килограмм, 30 килограмм на два месяца. Ну, соответственно, у меня нашли болезни, вот, выписали лекарства. Так, вот, единственное, я не медик, я не очень понял, связано ли как-то то, что вы наедаетесь, да, негативно всем, что принимает препарат. Вот, единственное, только, чего я не понял, не понял. Ну, то есть, можно ли, условно говоря, вам без вреда для здоровья наедаться, да, при условии, что вы должны лекарство какое-то принимать. Ну, по общему правилу, по общему правилу, человек набирает вес по нескольким причинам. Первая причина – это попытка защититься от окружающих вес, ну, лишний вес – это такая, знаете, иллюзия защищенности, да, иллюзия стабильности. Вот, с другой стороны, это, может быть, по требованию оттолкнуть от себя людей, то есть, если у меня будет лишний вес, то я буду некрасивый. Например, и я не буду, там, ну, ни с кем общаться, да, не буду ни с кем взаимодействовать, взаимодействовать, вот. То есть, в таком, примерно, ключе рассуждения идут. Ну, наконец, последнее – это то, что если у меня будет лишний вес, то я, получается, много всего себе даю, я много чего себе дала. То есть, задание – это разновидность старального поведения, поведение направленного на получение любви, на компенсирование какой-то нелюбви, может быть, к себе и так далее. Вариантов здесь достаточно много. Вот, то, что нужно вам. Понятно. Насчет заболевания я ничего утверждать не буду. Тут нужно, в том числе, и медицинское, ну, медицинское показание. Вот, ну, я могу сказать, что, вот, с точки зрения психологии и психотерапии, вот, у переданий есть такие причины. Может быть, проблематика заключается в том, что сама идея изначально, которая мотивировала вас на то, чтобы следовать идее здорового питания, это было связано с тем, что вы стеснялись с себя, что вы обрыцали себя, что вы, не знаю, не принимали себя, и точно признаешь, что выбило вас в колее. Развод свой, эээ, с мужем, если я правильно вас понял, это был именно развод, вот. Развод, эээ, с мужем, эээ, довольно-таки, эээ, серьезное, может быть, эээ, травмирующее испытание, для вас. Вот, и, соответственно, могут быть, конечно, здесь, эээ, определенные нюансы, безусловно. Вот, ну, например, эээ, нюансы, эээ, связанные с изменением, эээ, того, что вы, например, могли о себе подумать, изменением восприятия себя и так далее, да. Вот. Плюс, эээ, некоторая сложность с ээээ, расслаблением, если она присутствует, да, то есть, вот, как бы, ну, не умеет расслабляться, эээ, не умеет расслабляться, эээ, вот, эээ, 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 тоже, даёт о себе, ну, может давать о себе знать. Вот. К сожалению. А, вот это, то, то, что я могу вам сказать. Эээ, поскольку из вашего, ээээ, ээээ, прямо, что вы, ээээ, хотите что-то делать, то есть, с вашего декста не следует прямо, что вы хотите заниматься психотерапией, вот, вот, то, я должен спросить, какой у вас запрос к, на, психологу, в смысле. Вот, эээ, что вы хотите от, эээ, ну, от нас, от, эээ, психологу. Вот, то есть, что вы хотите, чего вы хотите, я понял. Ну, что дальше? Что вы готовы сделать для этого? И готовы ли вы что-то делать для этого? Ну, в принципе, вообще, готовы ли вы что-то делать для этого? На мой взгляд, это очень важный момент. Эээ, я бы хотел обратить ваше внимание ещё на тот факт, что вы позиционируете себя как мамочка. И, эээ, хотите быть активной мамочкой. То есть, здесь ваша задача не в том, чтобы быть, по моим ощущениям, свободным человеком, а здесь вы, по моим ощущениям, пытаетесь быть именно мамочкой. То есть, сравниваете себя, вероятно, с другими мамочками. Я думаю, что у них есть хорошо, потому что мамочка – это одна из ролей человека, но не определяющая его роль. Поэтому тот факт, что вы позиционируете себя как мамочка, здесь вызывают у меня. Допускание того, что вы обесцениваете себя во всех остальных ролях и не видите себя, может быть, во всех остальных ролях. И это тоже вам может мешать. Вот. То есть, вот примерно в таких направлениях вам нужно двигаться, на мой взгляд. Ну, на этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго вам и удачи!